Во-первых, позвольте поблагодарить Оргкомитет за столь замечательную организацию данной конференции и, во-вторых, за возможность выступления на этой конференции и представления наших результатов. Тема нашего исследования называется «Пролиферативная активность при колоректальном раке. Все ли так очевидно?» И является частью более широкого исследования, которое посвящено обнаружению или исследованию молекулярно-генетических событий при колоректальном раке. Актуальность данного исследования заключается в том, что в процессе исследования у нас возникли достаточно серьезные сомнения в правомочности использования окружающей ткани, окружающей опухоль ткани того же органа для проведения тех самых молекулярно-генетических исследований. Дело в том, что в настоящее время мы не можем четко сказать, где находится вот эта граница, где находится вот эта морфологически неизмененная слизистая оболочка толстой кишки, где она является нормальной с молекулярно-генетических позиций. И в соответствии с этим мы уходим в такой процесс от системности опухолевого процесса и исследуем саму опухоль как таковую. Собственно, именно исходя из этого и формировался дизайн нашего исследования, мы исследовали 342 образца ткани от 153 пациентов методом ПЦР в реальном времени. Мы исследовали 132 образца ткани первичной опухоли, мы исследовали 129 образцов ткани морфологически неизмененной слизистой оболочки толстой кишки и мы исследовали 31 образец ткани метастаза колоректального рака. Группу контроля составили 50 здоровых человек, 50 здоровых добровольцев, у которых в процессе исследования была выполнена биопсия сигмовидной кишки и исследовался как раз данный препарат. По характеристикам данных групп, 153 пациента составили основную группу, это различные стадии колоректального рака, пациенты все были пролечены в Российском научном центре региональной радиологии. По возрастным характеристикам, по половым характеристикам данные пациенты не отличались по эпидемиологическим каким-то параметрам от средних популяций в отношении колоректального рака. С учетом данных литературы, забор материала, забор опухоли производился из периферии или из зоны роста, так называемой. Материал забирался непосредственно после выполнения хирургического лечения, не более чем 60 минут после удаления препарата. Участок опухоли направлялся на морфологическое исследование. При наличии в ткани опухоли более 50% опухолевых клеток в данном образце, этот материал дальше направлялся на молекулярно-генетическое исследование. И так называемая морфологически неизмененная слизистая оболочка толстой кишки. Этот материал также забирался в эти же сроки после выполнения хирургического вмешательства в максимально удаленный край от самой опухоли. То есть не менее 15 см, чаще это было около 20 см. Группу контроля составило 50 здоровых добровольцев. Здесь надо особенно сказать, что это пациенты без какого-либо онкологического анамнеза. Это пациенты, которые подверглись достаточно подробному обследованию. Такой полноценный онкопоиск у них производился. Пристальное внимание давалось исследованию органов желудочно-кишечного тракта. Всем пациентам, естественно, была выполнена колоноскопия. И при отсутствии каких-либо очаговых изменений со стороны слизистой оболочки толстой кишки, при отсутствии, как я уже сказал, каких-то онкологических заболеваний, у этих пациентов забирался биопсийный материал слизистой оболочки стигновидной кишки. И эти пациенты направлялись на... То есть это не пациенты, простите, а образцы направлялись на молекулярно-генетическое исследование. Приходя к представлению полученных результатов, хотелось бы начать с тех данных, которые мы получили по прямому маркеру пролиферации. Если взять такой стандартный метод исследования, то мы имеем три образца. Это образец ткани опухоли, может быть метастаза, если он есть, и образец фоновой слизистой оболочки толстой кишки. И здесь мы получили, в общем-то, достаточно стандартные результаты, где уровень пролиферативной активности или уровень экспрессии КИ-67 значимо выше в ткани опухоли и в ткани метастаза. Но при добавлении образцов здоровой слизистой оболочки... Простите. При добавлении образцов здоровой слизистой оболочки, то есть слизистой оболочки здоровых добровольцев, уровень экспрессии КИ-67 в данных образцах достоверно не отличался от ткани метастаза, от ткани первичной опухоли. И в то же время в фоновой слизистой оболочке толстой кишки уровень экспрессии данного маркера, данного гена, был достоверно ниже по сравнению со всеми остальными образцами. Следующим маркером, или следующим геном, который показал синергичные данные, мы получили по уровню экспрессии одного из важнейших участников по удержанию клеточности ткани. Это ген бета-котинина. Здесь точно так же на фоне достаточно низкой экспрессии в так называемой фоновой слизистой оболочке толстой кишки данного гена мы получили достаточно однообразную и статистически не отличающуюся уровень экспрессии данного гена в ткани здоровой слизистой оболочки толстой кишки, ткани первичной опухоли, ткани метастаза. Следующий маркер, который мы исследовали, это участник поддержания... Это ген циклин Д1, который отвечает за прогрессию клеточного цикла. В данном случае мы получили прогрессивное увеличение экспрессии данного гена в ряду здоровой слизистой оболочки, больных колоректальным раком, ткани опухоли, ткани метастаза. Собственно, здесь мы можем сказать только то, что это указывает на возрастание данного сигнального пути в развитии и прогрессировании опухоли. Ещё один ген, который мы исследовали, это ген МИК, участник ряда сигнальных путей. И данный ген продемонстрировал практически такое же повышение уровня экспрессии в данном ряду. Самый низкий уровень экспрессии здоровой слизистой оболочки толстой кишки и прогрессивно увеличивающийся в фоновой слизистой оболочке ткани опухоли и ткани метастаза. Следующим геном, который мы исследовали также, это СТК-15, который отвечает за удвоение хромосомы в результате метоза. Данный ген продемонстрировал синергичные с геном КИ-67 и с геном бета-катенина изменения. То есть мы получили также достоверное снижение экспрессии в фоновой слизистой оболочке толстой кишки при неотличающихся уровнях экспрессии в ткани здорового человека, в слизистой оболочке здорового человека, толстой кишки, в ткани опухоли и в ткани метастаза. Следующий ген – это ген МИБЛ, МИБЛ-2, транскрипционный фактор циклина D1. И здесь мы также отметили увеличение, больше роли экспрессии в ткани опухоли и ткани метастаза. Причем здесь надо отметить, что также достоверное увеличение в ткани метастаза и в ткани опухоли этот ген продемонстрировал по отношению к слизистой оболочке здоровых добровольцев. Последний ген в данном ряду, который мы описывали, – это ген БИРГ-5, реализующий свое действие через ингибирование КАСПАС-3С7. И здесь мы точно так же получили снижение уровня экспрессии в фоновой слизистой оболочке толстой кишки при неотличающихся уровнях экспрессии в остальных группах образцов, которые были достоверно выше. Собственно, интерпретация экспрессии данного гена, принимая во внимание все-таки, на наш взгляд, угнетение пролиферативной активности в фоновой слизистой оболочке толстой кишки, можно сказать, что это просто удлинение, поддержание клеточности ткани за счет удлинения, наверное, жизни клеток. Таким образом, в ряду сравнения мы смогли условно сформировать две группы. То есть первая группа, где отмечено прогрессивное увеличение экспрессии или участие данных генов в процессе развития и поддержания метастазирования опухоли. Собственно, как нам кажется, изменения содержания маркеров данной группы, они укладываются в принятую концепцию прогрессивного нарастания каких-либо молекулярно-генетических событий в процессе инициации и прогрессирования опухоли. Гораздо более интересной, на наш взгляд, является вот эта вторая группа, где отмечено достоверное снижение уровня экспрессии или достоверно ниже уровень экспрессии в фоновой слизистой оболочке толстой кишки ряда генов. При отсутствии каких-либо существенных изменений, достоверных изменений вот в остальных трех сравниваемых образцах у всех вот этих пациентов. Существование как раз данной группы, на наш взгляд, является таким веским доводом в пользу системности опухолевого процесса, снижение экспрессии факторов пролиферации, прямого маркера пролиферации киши, 67 фоновой слизистой оболочки толстой кишки. На наш взгляд, можно трактовать как первичный или вторично индуцированный процесс функциональной атрофии, который, с одной стороны, наверное, может предрасполагать к клональной экспансии генетически изменённых популяций клеток кишечных крипт, а с другой стороны, может быть отражением попыток иммунной системы за счёт каких-то реактивных изменений подавить опухолевый рост. На сегодняшний день мы не можем сказать, у нас нет ответа, что является первичным. Снижение пролиферативной активности в окружающей опухоли ткани, точнее, в слизистой, в данном случае, слизистой оболочке толстой кишки и на этом фоне развития опухолевого процесса. Или же, как уже было сказано, может быть развитие опухолевого процесса, активация иммунного ответа за счёт реактивных изменений и так далее. И, собственно, на этом фоне происходит снижение пролиферативной активности в окружающей ткани. Таким образом, на наш взгляд, уровень пролиферативной активности в опухоли и в слизистой оболочке толстой кишки здоровых добровольцев является весьма и весьма похожим. Больших отличий нет. Но реализация пролиферации происходит разными путями. Второе. Слизистая оболочка края резекции толстой кишки у больных колоректальным раком не может рассматриваться как физиологическая норма. И, собственно, результаты экспрессии, результаты полученных каких-то биомолекулярных маркёров, генов в данной ткани не могут считаться какими-то референсными значениями. То есть это уже явно изменённое значение. И, в-третьих, да, прошу прощения, забыл об этом сказать на предыдущем слайде здесь, что мы отметили снижение экспрессии, то есть изменение экспрессии данных генов, то есть 6 из 7 указанных генов, снижение уже при первой стадии, то есть Т1, Т2, Н0, М0, первой стадии колоректального рака. То есть насчёт того, что происходит рана. Ну и этот факт, безусловно, вот по последнему выводу, о котором сказано, что слизистая оболочка здорового человека и больного колоректальным рака с молекулярно-генетических позиций отличается и очень сильно отличается, и отличается уже при первой стадии колоректального рака. Спасибо. У меня вопрос, я воспользуюсь, так сказать, своей возможностью. Скажите, пожалуйста, как-то учитывались воспалительные процессы? Да, безусловно. То есть любой образец направлялся на морфологическое исследование. Любой образец как опухоли, так и слизистой оболочки здоровых добровольцев, так и слизистой оболочки, так называемой фоновой слизистой оболочки толстой кишки направлялся на морфологическое исследование. При наличии каких-то существенных изменений, воспалительных изменений этот образец в исследовании не включался. Спасибо. Один вопрос у нас можно задать. Пожалуйста. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а был какой-то разделение на левый и правый отдел толстой кишки, потому что есть разница в прогнозе, как вы хорошо знаете. И не выстраивали ли вы соотношение генов у одного пациента, то есть у которого вы брали и, как вы назвали, фоновую слизистую, и первичный очаг, и метастаз, что был вот по такой линейке, как так пациенты выстраивались, у одного пациента примерно одинаковая была проферактивная активность, потому что когда вы их вот так смешали, то не очень понятно, как по пациентам разделилось. Спасибо за вопрос. Это показатели, они, безусловно, это среднестатистический показатель, и здесь большинство попадало именно вот в этот разброс, который указан на слайде. То есть один пациент, скажем, любой пациент подходил под эту группу пациентов, то есть любой пациент в ряду фоновая слизистая оболочка, ткань опухоли, ткань метастаза, если он был, не любой, 95% пациентов попадали вот в эту группу. Это что касается вот этого вопроса. Что касается разделения правой и левой, да, действительно было разделение, и на наше удивление мы не получили существенных отличий в зависимости от того, где располагалась опухоль – в правых отделах, в левых отделах, в прямой кишке. Изменения были практически одинаковые. И более того, изменения даже вот так называемой фоновой слизистой оболочки толстой кишки, потому что самый дальний участок, где мы её забирали, это поперечная ободочная кишка, слепую кишку, в качестве образцов контроля мы не… то есть, ну, не контроля, а фоновой слизистой оболочки мы не забирали. – Скажите, пожалуйста, возраст пациента был одинаковый? – Одинаковый. – 62 года в основной группе, 59 лет в контрольной группе. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.